И здравствуйте, дамы и господа, с вами Серега, мы продолжаем играть в Mass Effect Andromeda, продолжаем проходить. И у нас тут интересные переписки. От Ветры пришло письмо, которое пишет, что Райдер от Сид поступила зашифрованное сообщение, она говорит, что хочет побеседовать с нами, что-то срочное. Нужно ваше присутствие, так что зайдите, когда будет возможность. Мы сейчас к ней заглянем и послушаем, что она хочет сказать. И поговорил я с Жалом еще немножко, и письмо от него такое пришло интересное. Райдер, недавно я рассказывал Лиаму, Пиби и Лекси притчу. В детстве все мы слышали ее от матерей. Это изустное предание древних времен, известное еще до Скверны. Ребята посоветовали записать его, чтобы отправить в культурный центр на Нексусе. Капризное дитя. Давным-давно жила на свете одна девочка, упрямая и глухая к мудрости старших, отца и многих матерей. Однажды в поисках приключений она тайком забралась на космический корабль, летевший неизвестно куда. Девочка была отважной и страстно горела приключениями, но так вышло, что вместе с мусором она выпала в открытый космос. Там в холодном вакууме пустоты она и замерзла насмерть. Конец. Даже не знает, чем история понравилась экипажу. Обыкновенно такими ужасами лишь пугают молодых, чтобы научить их послушанию. Неужели у вас так не принято? Как же тогда люди учат своих детей беречь себя? Джаал. Ну в общем, такие вот веселые приколы. И нам нужно отправиться к ветре и узнать, что там Сид хотела. И соответственно, будем на Нексусе, надо будет туда заскочить. Поэтому такие дела. Пошли. Так, лифт. Проще было, наверное, по лестнице спуститься. Но зато тут лифт прям. Все дела. Давай, поехали. Эй, Райдер, тут зашифрованное сообщение от Сид. У нее какие-то новости, и она хочет поговорить с нами. Соединяюсь с ней. Наконец-то, я уже жду несколько часов. Ну так о чем ты хотела поговорить? Я слушал новости с аванпостов, и мне попало сообщение о пропавших поселенцах. Что значит пропавших? Значит, что они ушли не по своей воле. Никаких работ, никаких горнятских экспедиций. Их похитили. Я покопалась в этом деле, и по-моему, мне удалось выяснить, куда они пропали. Их отправили в систему пещер на Луне в системе Римав. Кажется, изначально это была ангарская шахта, но они ее забросили. Сомневаюсь, что планета, о которой ты говоришь, — Луна. Как скажешь. Тебе разве не сказали не вмешиваться? Я не могла просто сидеть сложа руки. Откуда нам знать, что этим сведениям вообще можно доверять? Можно. Ну... Ну, давай. Я доверяю твоей сестре, и там уже явно нельзя терять время. Видишь, вот это пиро проходится. Сид, просто передай нам все, что у тебя есть по этому делу. Уже готово. Возьмете меня с тобой? Я хочу помочь. Ты знаешь, какой на это будет ответ. Да, конечно. Держаться подальше от нехороших людей, а также пушек, бомб, караганского пива. Ты хорошо поработала. Я просто хочу, чтобы ты была в безопасности. Понятно? Да-да. Посетить Н-047С в системе Ремаф. Но это дело такое. Ты что здесь исполняешь? Я тебе пройти мешаю, что ли, или что? Так, ладно. С этим мы разберемся. Поехали. Нас ждет... Нас ждет куча заданий незаконченных и брошенных на полпути. Поэтому мы с вами отправляемся... Отправляемся мы... Так, куда мы отправляемся? Сейчас скажу. Ну-ка. Ну-ка. Еще. И мы с вами отправляемся на Кадару. И движемся к заданию. Жизн на границе. Мы же следили в одной из серий за... Тремя саблями следовали разрушенные вот эти вот космические корабли. Только 260 метров куда-то вглубь скалы, главное. А, ну, в принципе, мы вот здесь сейчас съезжаем. И здесь какой-то котлован, да? Поэтому... В принципе, не высоковато. Не заедем. Погнали на прямки вот здесь вот. Ух. Отлично. Погнали. Сюда. Нам уже... Народ. Победить три сабли. Выгружаемся, народ. Пора пострелять немножко. Где вы там, мерзавцы? Ну-ка. Нет? Агент какой-то. Побежал, побежал, побежал. В паре. В паре. Впереда. Входим. Еще подкрепление. Входим. Осторожнее, кричит. Давай-давай-давай-давай. Есть. Тихо. 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 Завязывай. Неплохо постреляли, мне кажется. Все хорошо. Так, этих мы уже сканировали. Шлем. Стрелок. Скиталец 5. Кстати, у нас уже скоро 40-й левел, и поэтому даже не знаю, что случится. Скорее всего, какой-то 6-й там грейд должен появиться, по идее. Так, здесь что, обломков никаких не осталось? Удивительно. Так вот, у нас уже 40-й левел, и это будут новые шмоточки уже попадаться всякие разные, да? Так, подожди, а нам уже наверх куда-то надо было. Нет? Куда-то вот сюда. Хоп. Пошли. Давай. Посмотрим. Блок данных, смотри. О, контейнер есть. Давай заглянем. Емкости. Фигня какая-то. Одним словом, да? Что-нибудь интересное. Ничего нету. Сообщение трем саблям. Ну, ачивку получили в лучшей форме. Не желаю слышать возражения. Как они со всем Нексусом вляпались. Ель на такое не пойдет. Как Крейн. Прежний главарь Ель. Он Элс. Именно он был их связью с Нексусом. И чего мы ждем? Пойдем отыщем его. Все находки сохраню в качестве вылик. Это может пригодиться. И у нас дорожечка по этим трем саблям ведет нас на Элс. Но на Элс мы пойдем немножко попозже. Почему? Потому что нам нужно закончить с Кадарой. Основать здесь аванпост. Ну, в общем, надо с ней разобраться и уже поставить большую жирную точку. Но, как показывает практика, эти большие жирные точки почему-то не ставятся. С Элсом я считал, что мы уже давным-давно разобрались. Но, как выясняется, этого не случилось. Там постоянно какие-то нападения. Какие-то вот эти три сабли. Ну, в общем, что-то такое. И нам опять докладывают, что у нас опять какое-то непрочитанное сообщение на буре находится. Поэтому можно его там почитать, да? Сейчас, смотрите, опять заладит. У вас непрочитанное сообщение. Так, ладно, с этим разберемся. У нас, значит, дела здесь какие. Дела здесь какие. Мне нужно повстречаться. Ну, в общем, мне нужно вот сюда бежать куда-то. Блин, там кто-то из моих сидит. И поэтому я... О, выбрал. Выбрал задание. Так, давай. Проверить почту и ответить Траису. Спросить лидеров, отверженных о проблемах на Кадаре. Нифига себе, как долго. Дверь открывается. Ну, пошли узнаем, что там происходит. Так. Рынок Кадары. Куда бежать? А, кстати, 40-й левел. Может быть, что-то появилось такое эдакое. Пушки, как бы мне не очень интересные. Продавец модов. Ветра вон там стоит. Что-то обалдеет. Блок данных. Ну-ка. Личный ниньник. Джан Сю Но. Детальное изображение Манты. Новая запись. Впервые лет, наверное, за 600 могу выдохнуть. То есть воздух-то пахнет отвратно, зато есть крыша над головой, да и поесть удалось. Все. Больше не нужно бегать. Больше никаких адских планет. Можно просто заняться исследованиями. В том-то и смысл. Постараюсь выяснить маршрут миграции Мант. Вдруг Клигир что-то знает. Это ведь ее родная планета. Ладно. Погнали. Узнаем. У нас еще здесь какое-то задание есть. Смотри. Прям. Прям вот. Вот я прям на него смотрю, получается, да? Что это такое? А, купить пиво. Вот, точно. Вильма помощница Кэш. Хочет порадовать начальницу контрабанной выпивкой с Кадарой и просит вас достать этот товар. Так. А где эта выпивка? Торговец оружием? Нет. Это немножко не то. Подожди. А где этот контрабанный товар? Ну-ка. Подожди. Тут у нас торговец оружием. Мне это неинтересно. Продавец брони. Это все не то. Ну, в общем, надо не забыть будет с пивком решить вопрос этот. Давай, открывай. Пошли, пообщаемся. Точка быстрого перемещения. Штаб отверженных. Слон внутри, помню о правилах поведения. Че, с ней, что ли, пообщаться? Кетус. Ну-ка, давай поговорим. Тебе удалось справиться с кетами? В Андромеде шагу нельзя ступить, чтобы на них не наткнуться. Да, и? Да. И, победив, Слон перелила всех местных кетов. Это была массовая казнь, а публичная, чтобы люди знали, что Кадара свободна от кетов. Но есть слухи, что какое-то их количество заблудилось в пустошах. Если слухи правдивы, надо разобраться. Ну так, пошли бойцов. Все уверены, что Слоуна уничтожила кетов. Если кто-то указывает на обратное, то это намек на слабость. Но ты работаешь самостоятельно. Если ты отправишься туда, что-то сделаешь, это не будет связано со Слоуном. Ну, давай, подумай. Отлично. Помочь Кетусу с кетами на Кадаре. Проверить почту и ответить. Давай, мы возьмем это задание на Кадаре, да? Так, мне надо бухло где-то купить. Бухло, бухло, бухло. Кто из вас продает? Так, ты мне что-нибудь скажешь, нет? Ты. Мы не очень удачно познакомились. Давай попробуем еще раз. Я знаю, что ты помог Вену Кереву сбежать. У тебя нет доказательств. Чтобы прострелить тебе голову, доказательства не нужны. Если убьешь меня, проблем станет только больше. А у тебя их и так хватает. Говори, только быстро. Да не хочу я с тобой общаться. Я позволю тебе вернуться к этому. Парфандер. Не весь дела Кадары. Это не твоя территория. Это не моя территория. Да я сам могу тебе в голову выстрелить и все. И на этом... И это будет моя территория уж тогда. Личный дневник. Шайласия Рорна. Новая запись. Первый день среди отверженных. Через час встреча с Кетусом. За это говорит тот еще Сухарь, но во время вербовки показался мне достаточно милым. Ну, по-турианским меркам. Постараюсь не опоздать. Дополнение. Нет, в самом деле Сухарь. Понятно. Пропустите. Пропустите. Так, подожди. Куда я хотел? Не, ну я, собственно, пришел туда, куда хотел. Да, вот мне теперь надо... Быстрое перемещение. Да нет, пожалуй. Я хотел... Я хотел вот здесь вот разобраться с пивасиком. Концент управления транспортом на бурю. Это все такое. Ну, пивасик надо как-то мне организовать. Контрабанной. Ну, ну, ну давай. Тоже мне двери. И... Отлично. Так, контрабанное пиво. Купить пиво у торговцев в порт Кадаре. Вот так вот. Купить пиво у торговцев. Нет, не сюда. У каких торговцев? Опять не сюда. Да, блин. Где-то здесь вот пикает. Чувак, не ты пиво продаешь случайно? Кто тут у вас торгует чем? Где-то такое впечатление, как будто где-то внизу. Но здесь все закрыто. Торговец модов. Ну, давай... Давай глянем, что они продают. Прицелы всякие. Пиво, пиво, пиво. Может, как-то вот так оно случайно где-то между этими всеми делами продается, нет? Ствол. Нифига тут нету. Может, какие-нибудь особенные предметы, нет? Моды только продает. Давай продать весь утиль. 2000 еще. Отлично. Ветра. Ветра, ты не знаешь, где здесь пивасик продаются? Оказывается, след контрабандного пива ведет куда-то... Куда-то наружу. И ехать до пива 2200. Ну-ка, пропустите. Два километра ехать до контрабандного пива. Вот. Тачка наша. О, фига у вас тут. Контрабандный бар. Смотри. Свежая поставка знаменитого домашнего кадарского эльфа. Перепроходят. Кажется, именно об этом просила помощница Кэш. Ну, давай. Чего изволите? Бутылочку чего-нибудь покрепче. Это для суперинтоданта Кэш. Лучше 6. Да, действительно. Лучше побольше нам. Все здесь, ничего больше. Больше нечего здесь делать. Отлично, погнали. С этим мы быстро разобрались, да? Теперь надо с кеттами разобраться. Ну, наверняка там какие-нибудь, может, их остатки. Недобитки. Поэтому, поехали. В эту сторону. 500 метров. Это кто делает? А, это место, где заминировано все было. Я понял. 300 метров. 300 метров в ту сторону. Если они собирают всякий мусор, то явно не ходят в какую-то фракцию. Надо быть на старшебрушение. Кто здесь? Это не... Ты чё? Всегда. Да, ещё. Всё? Отлично. Ну, будем считать, что они пытались быть похожими на кеттов. Поэтому... 98 кредитов. Прикольно. Чё у вас есть тут? Посканировать. Данные мне нужны. Ничего нету? А, бревать. Пошли. Нам уже нужно... Нам нужно ехать. В общем. Куда-то, вот туда. 100 метров. У нас скоро челныки закончатся. Выживший есть? Кто-то там ходит ещё. Красненький. Привет. Ты чё здесь? Разлёгся? Кто там? Хамаш, это ты? Хамаш, это ты? Не разговаривай. Мы отвезём тебя обратно в город. Нет, я даже двинуться не могу. Уже слишком поздно. Я хочу отдохнуть. Не теряй надежды, брат. Можешь рассказать, что случилось? Это кеты. Напали неожиданно. Убили всех. И он продержался до шастеринга. Они не знали, что я ещё жив. Уграбили всех. А потом они ушли в холмы. А что в холмах? Там у кетов базы? Нет ничего в холмах. Я не знаю. Никогда не слышал о базе. Слон говорит, что Кадара свободна от кетов. Что у вас забрали, кеты? Я не знаю. Припасы? Оружие? Детали от кораблей? Скэвен шиппорт? Я оставлю тебя в холмах. Тебе нужно отдохнуть. Спасибо. Я... Я хочу... Я хочу... Кетус и Трайдер. Слухи о кетах не беспочвенны. Мы нашли караван, на который они напали. Чёрт. Я думал, мы мы со всеми разобрались. Один из раненых сказал, что они отправились к холмам. Я проверю, что там. Я тоже посмотрю. Сейчас только челнок возьму. Найти следы кетов с помощью сканера. Разбившийся челнок. Ничего тут полыхает. Да что ты орёшь-то, господи. Найти следы кетов с помощью сканера. Не знаю, здесь чисто. Ну, там чувак какой-то валялся. Дальше по... Которого я изначально хотел посмотреть, но... Он ничем не обозначался, да? Не ты, случайно? Чё это? Ещё дохлые ангары. Который сражался, наверное, дольше всего. А, фу ты, вон где надо проверять. Всё, пошли. Пошли. Поехали. Поехали. Не мешай. Следы кетов ведут на холмы. Следы нескольких пар ног. Да-да-да. Ты стой там, не шевелись. А то придётся тебя больше пробить немножко. Так, ушло тут ещё стыли. Это всё. Суды кетов. Мы движемся в нужном направлении. Хорошо. Так, нам туда. Мы с вами потом поздораемся. Драулир. На разрывке они куда-то налево пошли. Давай. Моя тряпка. Капи Фарна. Всё следы мы уже близко. Проследить за кетами, да их логово теперь надо. И вон в той пещере они живут. Так, мы с вами стрелялись уже, ребят. Завязывайте. А то я сейчас соберусь. Видишь, что пещера, вон, пришло место для укрытия. Спорим, там кетов внутри. Кетус, кажется, мы что-то нашли. Высылай координаты. Пошли. Потихонечку. О, нифига у них здесь. Подожди, я же здесь был. Тук-тук. Сова, открывай. Медведь пришёл. Что, не терпится? Слон. Слон. Вот это неожиданность. Ответ нет, её не устроил. Я не позволю кому-то другому сражаться за меня. Особенно ручной собачки инициативы. Да твоя псина попросила помочь. Не нравится, что я здесь? Судья-то, с кетусом. О, конечно. Хватит. Пора заканчивать с этим. Ты такой брюзга, когда волнуешься. Каждая секунда, когда ты не в порту, шанс для коллектива. Мы с первопроходцем сможем. Что это было? Они знают, что мы здесь. Приготовиться. Раздел это с пикетами. Ни какого хрена. Свободен. Свободен. Отчитываю. Тачка. Свободная. Свободен. Всё. Свободен. Ещё один, да? Или нет? Свободен. Свободен. Призрак. Твою что надела? Вот так вот. Вновь там. Контрольный удар драга делает. Так. Это всё мы исследовали, да? Всех этих врагов. Поэтому. Осторожно, сзади. С какого сзади? Уже все хурики. Так. Нам можно туда пойти. Можно туда пойти. Пошли для начала наверх. Сходим. Что здесь? А здесь. А здесь тупик. А здесь тупик. Бонус. За напрасно стёртый бронекостюм. Пошли. Сдохни. Кому они там всё орут? Пошли потихонечку. О, о, о. Вижу, вижу, вижу. Ага. Ага. Всё. Плюс пять инициативы. Перспективности, вернее. И всё очень хорошо. Проверить почту и ответить Трайсу. Это мы, конечно, сделаем. Ну, для начала мы здесь проверим, что здесь происходит. А слон-то, смотри, такая барышня, да? Прям немножко зауважал я её. Она мне, конечно, не нравится, но прям зауважал, что пришла драться с кетами. Не отсиживается за чужими спинами, да? Можно её, конечно, не любить, но вот. Так, антейнер ещё. Токен пять. Ну, такая себе винтовочка. Всё, да? Больше... О. Кетское устройство. Кетский ретранслятор связи. Ну и всё. Больше здесь ничего хорошего нету. Поэтому мы отправляемся на бурю, чтобы прочитать послание, отравиться. И уже ему надо будет ответить. Поэтому бежим до почтового терминала. Проверим почтовый терминал. Уважаемый клиент. Кому? Клиент 427 Ассоциации Бутлегеров Кадары. Мы признательны вам за предыдущие сделки. Надеемся, что вам понравились наши уникальные домашние напитки. Мы постоянно улучшаем качество продукции и экспериментируем с новыми смесями. Так что следите за нашими новостями. Искренне ваш Зет. Основатель АБК. Убираем. И писем нет. Поступил видеовызов. Нам нужно с Райесом пообщаться. Райес Видаль. Давай. Райдер. Как там лучший из первопроходцев? Услуждаю с очередным днем вылей. А что? Почему? Подумалась. Мы можем выпить вместе. Слону устраивает вечеринку для местных. Я сумел достать приглашение. Хочешь пойти с собой? Она не похожа на тех, кто любит вечеринки. Она считает это необходимым злом, чтобы все оставались счастливы. Ну, пошли. Никогда не отказывайся от бесплатной выпивки. Особенно из запасов Слон. Увидимся рядом со штабом отверженных. Понятно. Пообщались. Вот ради этого мучился. Где же с этими письмами? Вообще в задании написано, что надо ответить на письмо. А вот это пообщаться с Райесом и тому подобное, это уже немножко другое. Находимся на орбите Кадара. Да, Суви, я знаю. Ну? И чё? Как? О! А почему так криво? Ну? Ну давай. Блин, а что такое? Что происходит? Я не пойму, что происходит. О! Желаете покинуть бурю? Да, желаю. Погнали на вечеринку. Вечеринка. Вечеринка. В праздник самом разгаре. Мистер Гитар предложил встретиться у входа. Давай. Где там? Дэн спать и у вас. Необходимые злопы. О, честная вечеринка. Я по приглашению. Меня зовут Райдер. Перепроходят человек. Большая шишка. Никакого Райдера в списке нет. Он со мной. Я Райес Видаль. Райес Видаль. Я уже начал думать, что ты не придешь. Это я и называю модно опаздывать. Представь меня своему спутнику. Пэффайндер. Перепроходец. Мит Кима Дорган. Дорган. Представитель Ангара Преслон. Моя подруга. Давай обострять можно. Пофиг. Я не думаю, что у Райеса есть друзья, только коллеги и агенты. Так ведь и я из них. Кто еще мог достать для него приглашение на вечеринку? Прошу прощения за внезапность, но мне нужно кое-что уладить. Уже бросаешь меня? Это не недолго. Здесь сегодня много важных персон. Ты подыгрывай, постарайся произвести хороший впечатление. И вот эти вот любовные линии с мужиками меня прям раздражают. Ты пропустишь все веселье. Мне проще работать с их катстав. Промес, обещаю. И там он идет. Не знаете, что он задумал? Лучше не пытаться угадать, что делает Райес. Наслаждайтесь праздником. Пообщаться с гостями. Отлично, пошли поговорим с кем-нибудь. О. Ну давай с тобой продолжим диалог. Раду снова вас видеть. Вы не видели Райеса? Нет, но я уверен, что он скоро вернется. Каково это быть представителем ангара у Слоун? От меня Слоун узнает, что и на какой счет думает ангара. Она прислушивается к вам? Только в крайних случаях. Она старается показать, что поддерживает ангара, но ей всегда важнее отверженных. Она устраивает эти праздники, чтобы успокоить своих подчиненных. Но у всего есть свой предел. Это мы считаем, что мы поговорили. Да, это считается, что мы поговорили. Кетус. Одно неверное движение, и я тебя выведу. Да ты офигел, что ли, я тебя с кетами? Помог. Я не пью на работе. Так сделай перерыв, отдохни немного. Остарайся не высовываться. Слоун и так мне зато стрепка. Хрыши. С кем еще там? Подожди, какие у меня тут? А, со Слоун еще пообщаться можно, да? Меня не приглашали, но отметиться я должен. Сказать привет, я на твоей вечеринке. Вижу, что Кетусу нужно внимательнее относиться к списку приглашенных. Не брюзжи. Расслабьтесь, Ваше Величество. Меня пригласил друг. Я здесь только ради выпивки. Можешь пить сколько угодно, только постарайся не создавать проблем. Клянусь честью перепроходца. Уходи уже. Отлично. Рейез, где же ты? Нет ответа, но я уверен, что на момент нашего пробытия он был в одном из боковых помещений. Посмотрим, что он задумал. Пошли. Черт возьми, ну почему нельзя все по номерам расставить? Тебе надо отдохнуть, давай выпьем. Надо было догадаться, что ты что-то замышляешь. Райдер, это не то, что ты думаешь. Значит, ты не используешь меня как прикрытие, чтобы рыться в вещах слоун? Ладно, использую. Но это и ради общего блага. Честно. Ты многое обещал. Черт, кто-то идет, надо как-то отвлечь. Залови. Мой друг немного перепил. Слушай, помогло. В следующий раз я вам буду придумывать. Ты куда полез там? Наконец. Вот. И все из этого? Виски? Единственная бутылка, который мы в Микром в Андромеде. Тройная дистилляция, 645 лет выдержки. Это не виски, а сокровище. Это treasure. Надеюсь, ты поделишься. Посмотрим. Идем отсюда. Отжали бутылку вискаря. 645-летние выдержки, да? Круто. Неплохо, а? Я уже забыл такое. Для Меда оказалась такой, как ты надеялся. Каждый день здесь приключения. Даже ночи интересные получаются. А что насчет тебя? Зачем ты отправился сюда, Райс? Чтобы кем-то стать. Это звучало удивительно и искренне. Я всегда искренен, Райдер. Я по-своему. Хорошо, сидим. Чего-то берем. 270 опыта. И с Райдсом мы здесь закончили. Освоение Кадары отложено. Подождать, пока начнутся неприятности. Отлично. И сколько нам ждать этого придется? Проблема заключается в том, что я не знаю, как основать аванпосты здесь. Да. И поэтому надо что-то как-то думать. Потому что, когда я туда приезжал, мне писали, что что-то все как-то не очень хорошо. Поэтому, как вариант, можно прокатиться до этого места и посмотреть, что изменилось. Потому что у нас уже перспективность Кадары 90 с лишним процентов. То есть, уже более чем хватает для основания аванпоста. Но вот это вот задание, конечно, меня смущает немножко подождать, пока начнутся неприятности. Выглядит прикольно, да? Ну, неприятности вроде еще не начались, поэтому двигаемся. Здесь никаких заданий у нас больше нет. Вызывает Слоун. Слоун? Неужели? Нужно поговорить. Приходи один. Что это? Она уже отключилась, первое покрытие. Нужно узнать, чего она хотела. Черт побери. Не успел сгонять до... Ладно. Пошли. Пообщаемся со Слоун. Это, похоже, как раз-таки одно из вещей, где подождать, пока не начнутся проблемы. В общем, поговорить со Слоун. Давай прям сразу вот сюда. По-быстренькому. Хоп. Лениво бежать, лениво открывать всякие вот эти вот двери. Поэтому мы сразу же вот здесь вот оказываемся. Здорово. Че хотела? Куда все подевались? Я велела ему убраться подальше. Кто-то тебя разозлил. Шарлатан Арманом заставил моих же подчиненных избить Кетуса. Он едва жив. Да мне не жаль, Слоун. Я вообще тебя не люблю. Шарлатан давит на тебя через Кетуса. Я знаю. Я позвала тебя не ради сочувствия. А зачем ты меня позвала? Я не вхожу в число твоих любимчиков. Шарлатан оставил записку на теле Кетуса. Он хочет все уладить между нами. Предложил встретиться в Драулии. Это может быть ловушка. Думаешь? Я не могу доверять своим, но ты... Ты не отсюда. И ты умеешь драться. У Шарлатана было достаточно времени что-то предпринять. Почему именно сейчас? Я слишком долго не обращал внимания на коллектив. Думала, просто очередная банда скороспелок. Теперь они осмелились и стали опасными. В том, что случилось с Кетусом, виновата я. Нужно было давно разобраться с коллективом. Ты мне поможешь? Да без Б. Я смотрю. На этой встрече будет решаться судьба Кадары. Я не хотела, чтобы это случилось, но... Иногда приходится кленажер. Встретимся на месте. Я пойду первый. Встретиться со словом в указанном шарлатаном месте. Отлично. То есть, в принципе, я предполагаю, что... Будет ситуация следующая. Они там зарубятся. И от моего решения будет зависеть, кто же будет на Кадаре представителем вот этой вот неформальной группировки. Или слон, или шарлатан, соответственно. То есть, либо вот эти помощнички слон, отверженные вот эти, да? От которых все плюются. Они тут дань собирают и все такое. Либо те товарищи, которым, в принципе, я симпатизирую. Которых просто выгнали. Я не знаю, будет ли это лучшим решением. Но все-таки, словом, мне кажется, надо ее куда-нибудь нахрен отправить. В общем, сместить ее надо. Пускай она вообще идет куда-нибудь. Но, опять же, тут сильные лидеры и все дела. Поэтому, но вряд ли получится, что она просто так власть из рук своих отпустит. Поэтому здесь выбор будет или-или. То есть, либо мы ее пристрелим, или там поспособствуем этому, да? Либо нам нужно будет сказать, что да, слон, я за тебя. После чего она разрешит основать нам гаван пост. Ехать, опять 2 километра. Тут прям какое-то, я не знаю, у них. Смотри. Место встреч изменить нельзя. И перспективность 94%. Сейчас я посмотрел. Так что... Так, нам куда-то... Так-то в эту сторону. Проехали. Проехали. Это не туда же, где разбившийся челнок валялся, да? Что-то я промахнулся. Промахнулся. Ну, дайте проехать. И вот он я, нежданчиком. Здрасте. И тут какая-нибудь вещера. Пошли. Готовься, дружок. Слово, он жаждет крови. Здорово. Ой, а что у вас тут такое? Я вроде здесь не был. Или был? Непонятно. Давай. Явились, не запылились. Идем, пора с этим покончить. Хорошо. И я с тобой. И никто не знает, кто такой Шарлатан. Поэтому... Вполне возможно, мы сейчас удивимся. Ты словно бы кого-то ждешь. Рейс. Рейс. Я здесь ради Шарлатана, а не какого-то мелкого контрабандиста. Это он и есть. Сурприз. Сурприз, мазафака. Все это время ты меня обманываешь. Не все время. Ты предлагал все уладить. Каким образом? Как? Дуэль. Между тобой и мной. Прямо сейчас. Победитель получает тут подарок. Хочешь избежать войны, стреляя друг в друга? Рад, что мы друг в друга, чем все во всех. Я возьму эти точки. Согласна. Барышня-то не промах, да? Снайпер. Снайпер, его сцелится в слон. Снайпер! Снайпер! Черт, коврой меня! Стреляй в него! Да не хочу я в него стрелять. Пусть он будет. Что за ерунда? Он был безоружен. Ему негде прятаться. Мои люди его найдут и насадят его голову на кол. Нет. Нет, довольно головный кол. Никаких публичных казней. Мы еще не вышли из пещеры, а ты уже чего-то требуешь. Ты выжила благодаря мне. Пора как-то отразить это в отношениях. Я никогда не начну доверять Тану или инициативе. Но ты явно от них отличаешься. Поговорить со слоном. Блин, или пристрелить его надо было. Мне он в принципе нравится. Как таковой парень нормальный. Но вот последнего ухмылка и вот это вот пока-пока, когда он загрузился в шаттл. Новая шарлатан. Шарлатана вернуться к Южному Кресту. Полдень. Поговорить со слоном. Да. Дела такие. Обратно нам надо возвращаться, в общем, и пообщаться со слоном. Не знаю, был бы вариант замочить их обоих и поставить свое представительство здесь. Основать свой ванпост и больше голову не парить всякими слонами, шарлатанами. Была бы возможность их обоих кончать, я бы, наверное, такой вариант выбрал. А вот если приходится выбирать из них, то я прям даже не знаю. И тот, простите, мудак, и эта злая какая-то... Ну, не знаю, мне кажется. Конечно, может быть, не меня судить, но политика у нее какая-то неправильная для всего этого управления. Но, опять же, надо дать должное. Ее форма власти, форма правления работает так-то по большому счету. Ну, еще бы она не работала, да? Кто не нравится, тех нахрен выгоняем, и все. Но, опять же, это работало до того момента, пока мы не улучшили климат на планете. То есть выгоняли, когда без фильтров, без очищенной воды люди умирали, да? Это считалось смертью. Но сейчас водичка-то нормальная, и... Перопроходец. Хочешь забрать долг? Может, мне захотелось проверить Кетуса? Откуда ты знаешь? Я... Ну, он в порядке. Поправляется. Рад это слышать. Ты прямо как заноза в одном месте. Мне об этом говорили. Но ты спас мне жизнь. Знаю, что Нексусу нужно больше аванпостов. На Кадаре условия лучше, чем на большинстве планет. Это правильное решение, Слоан. Нас слишком мало, чтобы мы продолжали воевать друг с другом. Нам нужно работать сообща. Я работаю с тобой, не стану. Нексус бросил нас насмерть. Я не забыла это, и не простила. Обе стороны имеют основания зриться. Но этот аванпост в наш шанс на лучшее будущее. Лучшее будущее. Дипломатическая брехня на меня не действует. Я буду получать долю со всего, что произведут поселенцы. Считай это платы за защиту. Покупить еще достаточно народу из коллектива. Нельзя давать им распускать руки. Они почти на выму количество. Договорились? Ты будешь нормально ко мне относиться? Не испытывай удачи. Райдер. Альянс. Ачивочку нам дали. Уровень 99. Уровень 99. И теперь нам нужно создать аванпост. Погнали. О, господи, как долго с этими дверями. По-моему, быстрым перемещением гораздо резче это все происходит, да? Поехали. Создадим аванпост уже в конце-то концов. Все-таки слон осталось у власти. И шарлатан, собственно, жив. Да, такие дела. Но опять же, Райс, я говорю, нормальный чувак, по большому счету. Общался я с ним, свою какую-то линию гнет. Что-то хочет. Но опять же, пузырь, вискаря, 645-летней выдержки. Посидеть на крыше с ним вдвоем. Распить. Дорогого стоит. Да. Кадара готова к размещению ванпостам. Но, говорит, с поддержкой Слоун мы справимся. Давай, поехали. Дрын-дын-дын-дын. Аттрактор в поле, тыр-тыр-тыр. Так, где ванпост-то? Здесь? Создатель ванпост. Да, поехали. Там прям место какое-то злачное. Последнее время мы там очень много побывали раз. И на разборки какие-то, и на стрелки, и с кетами повоевать. Так, на 400-х. Так, на 400-х. Форсажик. Грязь еще только летит. Жалко, что... Эта область подходит, я знаю. Жалко, что вот эта грязь не облепляет, да? То есть, вот он идеально чистый. Ну, колесики немножко грязные, да? Было бы круто, и как если бы вот мы на войлке были. Там снег прям изморозь такая, покрывает машину. Прям вообще очень круто сделано было. А здесь? Ну вот колеса чуть-чуть замарались, и все на этом, да? Давай. Создать аванпост. Потрясающе. Это может разозлить стольких же, скольких химик кормить. Директор. Надеюсь, вам нравится представление. Мне нравится прогресс. Представление. Отдельный вопрос. Нет, правда. Аванпост на Кадаре? Там, где наиболее сильны позиции изгнанников? Надеюсь, вы не совершаете ошибку. Мы не можем отвернуться. Это ведь инициатива подвела их. Вас там не было. Но теперь вы тут. Решать вам. Это победа. И нам не помешает побольше побед. Нужно это повторить. Еще один шаг вперед. Но их нужно будет сделать еще много. Очень много. Время для публичного обращения. Думаете, получится что-то вдохновляющее сказать по этому поводу? Декламировать Кадаре? Вы серьезно? У меня есть опасения, но в списке на один аванпост больше, чем было вчера. Пускай так. Мы тренировались годами, но когда достигли Андромеды, все изменилось. На таких планетах наша мечта почти погибла. Но мы можем оживить ее и поставить на ноги. Если есть планета, настолько нуждающаяся в нашем участии, то это она. Это все ради потомков перепроходится. Конец связи. Отлично. Усиление сигнала. Разместить приемник на Кадаре. Теперь нам нужно... Одно очко криокапсул. Найдите миры для изучения. Илья Мкоста просит нас, да, идти? Ну, давай уже сразу тогда воткнем усиление сигнала. Какие проблемы? Давай. Вот он наш аванпост, который мы резко здесь построили, да? Так, а где моя буря? Я не понял. Куда ее дели? Она же обычно на аванпост переезжает. 300 метров в ту сторону. Буря же обычно на посадочную площадку, которая, ну, расположенную на аванпосте, приезжает. Ну, вот, допустим, так же, как было на Войлде. Так вот, мы на Войлде перелетели, когда... Мы обосновались там с этими ребятами поблизости, когда построили аванпост, то наша буря перелетела, соответственно, туда. Блин, что ты как-то... Как-то надо пробраться как-то. Что-то я не вижу голодороги. Здесь можно. Давай. Давай. Что происходит? Что-то жесть. Давай, сады встал. Нет. Нет? Нет. Держись. Хопим заряд. Поехали. Нет? Черт, побери. Ну, давай. Здесь. Здесь вроде бы полноша. Не, зайду. Ухухухухуху. Ну, это же шесть какая-то. что я похоже делаю неправильно не хочет поехать так хорошо прибыли прибыли давай размещаем это все делом антенну ретранслятор но забаться ли в прямом эфире хорош да сканировать ничего для ну ладно ребят все на этом мы заканчиваем прям неплохо мы здесь неплохо прям все здесь сделали у нас здесь больше никаких заданий нет все успешно выполнено вот эти два ресурса можно еще подобывать и по большей части здесь полностью все закончили перспективной сто процентов и поэтому мы можем отсюда отправляться и искать какую-то другую планету там у нас есть выбор можно главнокомандующего кетов этого архонта искать можно какие-то другие миры посетить в общем с кадарой мы более-менее разобрались да и плюсом да нет в следующей серии мы наверное займемся тем что мы посетим наверное эос первую планету на которой мы создали аванпост и уже будем там проходить там смотреть в общем надо будет навести порядок на войлде мне кажется туда какие-то задания у нас ведут плюсом там на волде есть задача пострелять повоевать там с кем-то дам и тем временем мы возвращаемся на этом я займемся в следующем видео с вами был серёг и всем счастливы всем пока 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 пока